ЗИЛ-131 был одним из самых распространенных военных грузовиков в СССР и его странных партнерах в течение многих лет. Однако у него были некоторые недостатки, которые не нравились водителям. Некоторые из этих недостатков включают в себя. Низкая скорость, ЗИЛ-131 имел максимальную скорость около 80 км в час, что было медленнее, чем у многих других грузовиков. Это было особенно заметно на длинных дистанциях. Топливный расход ЗИЛ-131 был не очень экономичным по расходу топлива, особенно на трассе, где он мог потреблять до 40 литров топлива на 100 км пути. Неудобство для водителя Кабина ЗИЛ-131 была не слишком удобной для водителя, особенно на длинных дистанциях. Сидение водителя было довольно жестким, а панель приборов была не очень интуитивной. Неэффективная тормозная система, тормозная система ЗИЛ-131 была не очень эффективной, особенно при высоких скоростях. Это могло привести к необходимости дополнительного времени для торможения, что могло быть опасно в некоторых ситуациях. Низкая проходимость, несмотря на то, что ЗИЛ-131 был достаточно мощным и надежным грузовиком, его проходимость была ограничена, особенно на бездорожье и в глубоком снегу. Эти недостатки не были критическими для военных задач, которые решал ЗИЛ-131, но некоторые водители могли находить их неудобными. ЗИЛ-131